МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях прямо сейчас в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Про интернет, связь и госуслуги. Что ждет Чувашию на пути к цифровизации? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощай, школа! В столице Чувашии прозвенел последний звонок онлайн. 60 лет Чувашский государственный театр оперы и балета сегодня отмечает юбилей. Сегодня подписано соглашение о взаимодействии между кабинетом министров, публичным акционерным обществом Т-Плюс и администрациями двух городов Чебоксар и Новочебоксарска. В соответствии с ним генерирующая компания готова вложить в модернизацию муниципальных тепловых хозяйств до 15 миллиардов рублей. Нынешний механизм формирования тарифов не дает возможности инвесторам вкладывать средства в реконструкцию. Закон не гарантирует возврата инвестиций. Так называемый метод альтернативной котельной позволит отрегулировать на долгосрочную перспективу тарифы. А главное, позволит инвесторам вкладывать средства в реконструкцию мощностей и строительство новых котельных. Напомним, изношенность коммунальной инфраструктуры обоих городов доходит до 70%, что тормозит нормальное теплоснабжение. Подписанию соглашения предшествовала серьезная работа. Я, во-первых, хотел бы сказать слава и благодарность руководству региона. Считаю, ту договоренность, которую мы намерены и собираемся реализовать в республике Чувашия, мы достигли достаточно быстро. Важно то, что мы понимаем стратегию действия в регионе. Не на год, как это у нас раньше бывало на уровне тарифных решений, а с перспективой длинной, и 20, и 25 лет. Соглашение позволяет определить наше намерение в точке зрения поддержания состояния тепловых сетей, сохранения их безаварийности, а главное – не старение, не приведение в негодный порядок. Главы администрации двух городов видят в этом соглашении реальную возможность наконец-то модернизировать тепловые сети, наладить нормальное обеспечение горожан теплом и горячей водой. У нас 583 многоквартирных дома. За все эти 60 лет тепловые сети практически не подвергались реконструкции и капитальному ремонту и имеют высокую степень износа. Поэтому наша задача в рамках этого соглашения провести реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, обеспечить качественное теплоснабжение населения города Новочебоксарска и при этом сохранить тариф, либо оно должно быть плавное и незначительное повышение в рамках инфляции. Государственно-частное партнерство. И мы считаем этот вариант наиболее перспективным. В течение 25 лет ставим условия полного обновления всех теплосетей, всего оборудования, котельных на территории города. В том числе строительство трех котельных в Заволжье. Резонный вопрос. Не поднимутся ли тарифы при переходе на новую модель определения стоимости тепла? Большого роста тарифа быть не должно. Но он будет расти в рамках предельных значений, установленных в службы по тарифам. Тариф будет единым по городу. Можно наметить прогнозируемый, понятный и для потребителя, а самое главное, скажем так, не сильно бьющий по карману тариф. Но за счет его постоянства, на долгую перспективу, можно привести серьезную реконструкцию существующих как сетей, так и объектов генерации тепла. За счет вот этого большого инвестиционного процесса можно, с одной стороны, создать совершенно современные котельные, которые будут генерировать, во-первых, тепло по более низкости и бессоемости, во-вторых, это будут совершенно иные по экологическим стандартам объекта генерации. Второе, сами сети. Цена не будет расти скачкообразно, понятными темпами и, естественно, в рамках установленных законодательством в пределах. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал план по этапу новоснятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Чувашии. В нем конкретно расписано, когда и при каких условиях можно рассчитывать на смягчение ограничительных мер. Об этом и многом другом говорили на заседании оперативного штаба. Если в некоторых районах ситуация стабильная, как, например, Красноармейском и Канажском районах, то в других более чем тревожная. Так Ядрин, Батрево и ряд других муниципалитетов остаются в красной зоне уже продолжительное время. Значит, делает вывод Олег Николаев, профилактической работы здесь ведется недостаточно. Нарушителей надо жестко наказывать. Беспокойство вызывает результаты мониторинга торговых центров и предприятий республики. Оказалось, что некоторых из них боролись с вирусом только на бумаге. То есть работа велась формально. И цифры это подтверждают. В Кучеварской республике соблюдание коронавирусной инфекции составляет 164,6%. Однако в ряде районов этот показатель превышает средневресомбурганские образы. В городе Ядрин 81 случай зарегистрирован. И на 100 тысяч населения это почти 1% от всего населения, проживающего в городе. Чтобы стабилизировать обстановку по поручению в Рио главы региона в республике создадут специальные опер-группы, которые будут обучать и помогать руководителям в борьбе с пандемией. Все в наших руках. Насколько мы с вами эффективно сейчас в эти дни поработаем, настолько мы быстрее будем из этой тяжелой ситуации. Реально ситуация, можно сказать, в целом под контролем. Но для того, чтобы переломить ситуацию, нужно еще поднапрячься. Нужно собрать силу в пол. И тогда реально мы можем уже в ближайшую неделю выйти на те показатели, в соответствии с которыми мы можем начинать снимать режимы обновлечения. Дополнительные страховые гарантии медработникам утверждил президент России. Речь идет о компенсациях медикам, которые заразились COVID-19 во время исполнения своих трудовых обязанностей. Оснований для задержек с выплатами нет. Все, кому положено, получат их срок, отметил Олег Николаев. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Ситуация последних месяцев наглядно показала, какую роль играют цифровые технологии в нашем обществе. Работа в режиме онлайн, различных предприятий, банков и офисов, общение людей через интернет с одной стороны высветила проблемы отрасли коммуникаций, с другой обозначила задачи. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. В дискуссии участвовали и специалисты сферы IT-технологий. Основные векторы движения войдут в индивидуальную программу социально-экономического развития Чуваши. Пандемия доказала, что цифровизация экономики это очень актуальная задача. Поэтому подчеркнул депутат Госдумы России, председатель Высшего экономического совета Чуваша Анатолий Аксаков, этот блок должен быть проработан особенно тщательно. Грядущий экономический кризис надо рассматривать как время для новых возможностей, уверен. Прежде всего надо опираться на службе там, на тех людей, которые там работают. Но если есть какие-то возможности для усиления позиций наших для развития цифровой экономики Чуваши, то очевидно мы имеем возможности все использовать и крупнейшие компании. Основное внимание вузам, где готовят молодые и инициативные кадры. Участники совещания поддержали идею создания в регионе Центра компетенции в сфере информационных технологий. В нем будет сосредоточена вся основная работа по продвижению цифровых технологий, будь то курсу для студентов или ликбез для начинающих. В принципе все условия есть, поэтому нам должны просто люди и соответственно чтобы люди были подготовлены и условия, чтобы компании могли здесь хаститься. Сегодня в республике таких компаний около 400. В них работают 5600 специалистов, но этого недостаточно. В республике идет масштабная работа по расширению услуг связи. К широкополосному интернету подключаются ФАПы, больницы, школы и другие социально значимые объекты. Министр цифрового развития Михаил Анисимов предложил субсидировать строительство базовых станций. Для IT-предприятия предполагается создание особого налогового режима с ольготными условиями по примеру других регионов. В программе должен присутствовать четкий алгоритм действий, считает вице-премьер Алла Салаева. Что мы должны включить в программу для того, чтобы решить проблему и что это даст людям-то? Вот какие проблемы, что нужно сделать и ожидаемый результат. Алла Салаева поручила завершить разработку плана развития отрасли, предусмотрев в нем все предложения органов власти и профессиональных сообществ. У нового плана цифрового развития республики должны быть понятные ориентиры. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Временно исполняющий обязанности главы Республики Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Алатарский район дал ряд поручений руководителям органов власти. Детская поликлиника Центральной районной больницы Алатарского района выглядит именинницей. Она открылась в январе этого года после капитального ремонта. В числе сотрудников врачи, приехавшие сюда по программе «Земский доктор». Анна Петрова работает уже два года и успела купить дом. Здесь ей очень нравится. Впрочем, пациенты поликлиники тоже радуются изменениям. Вы теперь разницу чувствуете, да? Да, очень чувствуем. Ну, а в чем разница, расскажите? Светло, уютно, все чисто. Было очень приятно слышать конкретного человека, который высказал свое отношение, что кардинально все поменялось не только в внешнем оформлении, но и в отношении со стороны врачей, в оснащении самой больницы. Мне кажется, это самое главное. Это результат взаимодействия органов власти всех уровней. Такой подход к решению проблем дает ощутимый результат, уверен Олег Николаев. Еще один пример – реконструкция Алатарского краеведческого музея, построенного еще в далеком 1911 году. Важно было сохранить здание как объект культурного наследия. Поэтому реконструкция ведется особенно бережно с соблюдением архитектурных регламентов. По поручению Олега Николаева на эти цели было выделено более 22 миллионов рублей. Планируется реставрировать полностью фасад, заменить инженерные сети и отделать внутренние помещения. Жду от вас четкого графика производства работ. Мы с вами должны тут зафиксировать самое главное следующее. К зиме, понятно, должна быть внутренняя инженерия, отопление должно быть подано. Качество муниципальных и поселковых дорог, посевная компания, модернизация комбикормового завода, под контролем в Рио главы все, что напрямую влияет на жизнь людей. У жителей районов должна быть работа, стабильная зарплата. Особое внимание спортивным объектам, благоустройством стадиона, спутник Олег Николаев занимался еще будучи депутатом Государственной Думы. Несколько лет назад о плачевном состоянии спортивного сооружения узнала вся страна. Благодаря передаче знаменитого хоккеиста, тоже депутата Госдумы, Вячеслава Фетисова. Незадолго до Нового года хоккейная коробка была уже готова, но предстоит еще много работы, чтобы можно было заниматься не только хоккеем, но и другими видами спорта. Так, дело с мертвой точки двинулось. Здесь еще предстоит достаточно много сделать. Задачи остаются прежними. Здесь создать благоприятные условия для занятия, прежде всего, массового спорта. Это и хоккей, и футбол. Я думаю, что здесь можно и беговые дорожки сделать. Александр Солаев, Павел Рядков, Республика. Разыскивается женщина-булгар Венера Галиевна, 1940 года рождения. Она проживала по адресу город Казань, улица Павлюхина, дом 87, квартира 49. Она пропала 19 мая 2020 года в поселке Трубный Звениговского района Мариэл в 2 часа дня. Ее нахождение около моста через Илеть на трассе Ешкрала, Казань зафиксировала видеокамера. Предположительно, направлялась она в сторону Казани, но могла оказаться и в Чувашии. Страдает потерей памяти, документов и денег при себе нет. На голове была вязаная пестрая шапка в рыжо-коричневых цветах, зимняя куртка зеленого цвета до колен, светлые брюки на ногах серые дутики. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону, указанному на вашем экране. В средней общеобразовательной школе села Полевые Бекшики Батаревского района начат капитальный ремонт. Старое здание подвернется кардинальным изменениям. Школу построили в 1974 году и с тех пор ее состояние поддерживали с помощью незначительных текущих ремонтов. Сейчас специалисты оценивают износ более чем в 50%. Поэтому школу включили в список первоочередных объектов, подлежащих комплексной реконструкции. В этом году у нас на 2020 год запланирован капитальный ремонт школы. Это у нас проект был 37 миллионов. Мы его разделили на две части. В этом году на 14 миллионов. У нас окна все, 116 окон, фасад будем делать. Вокруг школы все двери, железные двери поменяем, выхода и входную группу. Потом следующее у нас идет первый этаж полы. И если чуть у нас там с экономией что-нибудь давить, от экономии у нас еще идут вот эти классы. Всего в этом учебном заведении учатся 265 детей из пяти близлежащих деревень. И очень важно, чтобы новый учебный год школьники начали в комфортных условиях. Первый этап планируется завершить к первому сентября. Второй начнется в 2021 году. На оставшиеся средства руководство планирует модернизировать всю инженерную инфраструктуру здания. Валерия Дружнец, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Одно из производств Республики, которое даже во время пандемии не прекращало работу, предприятие по производству молока «Чебмилк» в Чебоксарском районе. Там реализуется крупный инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса. В перспективе возведение шести коровников и увеличение дойного стада до 3600 голов. Такого типа холдинг наглядный пример современного производства. За три года здесь построили два коровника на 1200 голов, телятник, комбикормовый завод и силосохранилище. Главное, к чему стремились и продолжают стремиться, улучшить генетику коров, тем самым подняв их продуктивность. В прошлом году здесь заработал первый в Чувашии эмбрионный центр. Сейчас в хозяйстве семь телят, родившихся при помощи искусственного оплодотворения. Специалисты намерены придать центру статус межрегионального. Сегодня у нас тоже создана группа специалистов, которая занимается этой темой. Мы сами получаем эмбрионы из высокопродуктивных коров и сами же их пересаживаем в тех коров, которые являются рецепиентами и суррогатными матерями. Данная тема позволяет нам от одной высокопродуктивной коровы получить в год по несколько телят. Несколько, это может быть до 30 телят можно получить от одной высокопродуктивной коровы. Чебомилк занимает первое место в Чебоксарском районе и второе место в Чувашии по валовому производству молока. По итогам 2019 года с одной коровы здесь получили удой в 200 килограммов молока. Работы много. К концу августа здесь построят площадку для проведения выставки племенных животных Приволжского федерального округа. Уже начато строительство третьего коровника на 600 голов и доильно-молочного блока на 72 места. Завершить планируют к октябрю этого года. В этом году в бюджете заложено 3 миллиарда 300 миллионов рублей на поддержку всех аграриев. Из них большая доля конечно идет на поддержку проектов животноводства. С этого года у нас при строительстве таких животноводческих комплексов возмещается с федерального бюджета 25 процентов и плюс 15 процентов добавляется с регионального бюджета. Если предприятие на общем режиме налогоблажения плюс еще НДС возмещается. Также выплачиваются субсидии на содержание племь животных. Также на покупку племь животных. Поддержать аграриев попросил правительство страны Владимир Путин на одном из последних совещаний. Собственность очень высокотехнологичная причем по всем процессам то есть сама организация полного производственного цикла здесь применены абсолютно новейшие технологии причем технологии замкнутые то о чем говорил как раз президент то есть то что отбирается тепло от нормальной жизнедеятельности коровы отбирается тепло молока который производит корову потом это используется для дальнейшего технологического обеспечения нормального производства процесса. Более всего конечно произвело впечатление деятельность лаборатории для продукции где применяются совершенно современные эмбриональные технологии которые позволяют резко повысить продуктивное стадо мы тоже здесь должны подумать и выработать план совместных действий именно с этим предприятием с тем чтобы расширить возможности лаборатории с тем чтобы эти возможности которые здесь уже реализованы используются не только для деятельности этого предприятия а для всех остальных всех остальных производителей На достигнутом Чебамилка останавливаться не собирается здесь планируют возвести 6 коровников и увеличить поголовье доиного стада до 3600 голов Ольга Алексеева Павел Редков Республика Центробанк России отчеканил монету в честь столетия Чувашской автономии Тираж составил 3000 экземпляров Монета серебряная номиналом в 3 рубля поступит в обращении 25 мая На ней выполнено рельефное изображение герба Чувашской республики дерево в кроне которого сова и цапля под деревом девушка в национальном костюме с коромыслом на плечах На дальнем плане в технике лазерного мотирования изображен современный город на берегу Волги В это воскресенье мусульмане отметят Ураза Байрам один из главных праздников в исламе Какие коррективы внесла пандемия коронавируса в этом году как рекомендуют верующим отметить завершение месяца Рамадан подробнее в нашем сюжете Месяц Рамадан верующие не смогут собраться в мечетях для совершения коллективного праздничного намаза Праздник никто не отменял он будет и будет всегда в порядке исключения в этом году праздновать будем дома со своей семьей в узком кругу Я от именной духовного управления мусульман хотел бы поздравить всех с наступающим праздником праздником Айды Аль-Фитр и пусть Аллах Аззава Джалля вселит радость всем нам в этом благословенном празднике в условиях пандемии даже как-то своеобразное есть благо это все находятся в своих семьях так и в благоприятных условиях семейные условия семейные ценности появляются в служащей мечети они будут вести службы свои и так далее если будут там какие-то ограниченные количества людей они будут находиться в определенных масках даже печатках и так далее и не хочется сегодня в восху с моментом поздравить всех мусульман Чувашской республики даже всей страны даже всего мира это с праздником Ураза Байрам мы его любим почтим и так далее и чтобы во всех семьях не только мусульман у всех даже жителей нашей Чувасской республики России там мира и так далее подарил покой все чтобы жили красиво дружно тогда славить всем только мира и добра Последний школьный звонок в этом году тоже прозвенел онлайн но на связи сегодня были почти все выпускники столицы Чувашии Напутственные слова и теплые пожелания через экран монитора У каждой школы своя прямая линия поздравляют выпускников и родители и учителя и конечно директор школы Я хочу в этот день пожелать вам всего самого самого хорошего Выпускников конечно же в стенах школы мы всех помним очень с хорошей стороны 11-й А-класс мы запомним как самый дружелюбный отзывчивый креативный и успешный успешных выпускников 11-й Б-класс это гордость школы здесь учатся будущие инженеры программисты Картина непривычная для последнего школьного звонка актовый зал пуст здесь нет толпы выпускников и праздничного концерта вместо всего этого сотрудники школы и компьютер именно отсюда ведут эфир праздника Хочу сказать чтобы вы всегда стремились вперед и глаза ваши горели как тогда когда вы пришли ко мне в первый раз первый класс Традиционно участниками прощания со школой стали и первоклассники Сколько в школе вы узнали Сколько книжек прочитали Нам по вашему пути Много лет еще идти Видеопривет передали и выпускники прошлого года Они ответили на главный вопрос Зачем же нужен аттестат Это что аттестат? Это же не книжка по анатомии Аттестат? Лучше бы программа заработала Шутки шутками Аттестат Вам точно пригодится Ну как минимум один раз Учителя постарались несмотря на ситуацию создать атмосферу праздника участвовали вместе с ребятами в челленджах даже написали поздравления мелом на асфальте и вместе с выпускниками всего города исполнили одну из главных песен Но жизнь для нас особенный предмет Задаст вопросы новые в ответ Но ты найди решение непременно Спасибо что конца урока спец Спец всем вместе и вживую эту песню одиннадцатиклассники с педагогами рассчитывают на выпускных баллах Юлия Важенина Николай Створцов Республика Чувашскому государственному театру оперы и балета сегодня исполняется 60 лет Это крупнейший культурный центр по Волжье его премьеры всегда становятся ярким событием не только в Республике но и в России А традиции заложенные основателем и первым режиссером театра Борисом Марковым хранятся до сих пор Творческая жизнь театра началась 22 мая 1960 года премьерой национальной оперы Федора Васильева «Шевармань» За время своего существования коллектив создал более 160 постановок Среди них оперные и балетные спектакли оперетты и мюзиклы музыкальные комедии и детские представления У театра достаточно богатая история И начиная с Бориса Семеновича Маркова основателя театра Каждый этап каждый период был связан с выдающимися личностями музыкально-театрального искусства Республики Это потрясающие режиссеры дирижеры балетмейстеры это блестящие солисты оперы и балета это конечно яркие премьеры в театре за 60 лет сформировались замечательные традиции это проведение международных оперного балетного фестиваля это фестивали оперетты фестивали чувашской музыки фестивали юной дарования чуваши Это наверное самое прекрасное самое удивительное то что у нас есть у человечества потому что когда вы приходите в оперный театр смотрите спектакль слушайте великую музыку вы не только восхищаетесь сопереживаете героем но с вами общаются те кто жил 200 300 400 лет назад те композиторы те гении человечества которые оставляют нам свои послания и самое удивительное что слушая эту музыку вы сопереживаете в конце спектакля вы уходите потрясенными я считаю что это удивительное чудо и приходите в оперный театр Телемедицина не только возможность для врачей из регионов проконсультироваться у коллег из федеральных специализированных центров но и один из способов получить медицинскую помощь оперативно в условиях режима ограничений Чебоксарская клиника медик первой внедрила новый сервис вот как он работает об этом сразу после новостей а я с вами прощаюсь хороших вам выходных провести оперативное вмешательство по интернету разумеется невозможно а вот выслушать рекомендации разобраться в результатах исследований получить второе экспертное мнение вполне медик разработал и внедрил технологический проект медик телемедицина это современный медицинский сервис благодаря которому пациенты могут получить консультацию врача даже не выходя из дома дистанционно в режиме видеосвязи обязательно до беременности санируем все очаги инфекции то есть консультация стоматолога и лечение или контроль каких-то своих хронических заболеваний особенно это актуально в период пандемии благодаря этой практике исключены лишние контакты что позволяет обезопасить как самих пациентов так и врачей сейчас принимают в режиме онлайн врачи терапевт невролог гастроэнтеролог эндокринолог гинеколог детский гинеколог педиатр хочу отметить что онлайн-консультация не заменяет личного присутствия пациента на приеме все рекомендации которые дает специалист эксперт носят рекомендательный характер записаться на онлайн-консультацию вы можете через личный кабинет клиники медик нужен совет совет опытного врача второе экспертное мнение либо повторная консультация после очного приема врача клиники медик все это теперь доступно через ваш компьютер или планшет записывайтесь на видеоконсультации через сайт пользуйтесь современными технологиями и будьте здоровы Наталья Мальчикова Андрей Спиридонов